В этих глиняных трубочках, которые специалисты называют кубышками, личинки марокской саранчи прячутся под землёй от морозов. Анарбек Тулебеков наблюдает за жизнью опасных насекомых-вредителей больше 40 лет. Специалист утверждает, эта зима для марокской саранчи оказалась на редкость благосклонной. Сейчас в данный момент только сверхпаразитами они уничтожили где-то 2-3% всего на всё. Остальные всё, 98% считается, что они выжили. Они могут, выход у них нормальный будет. По прогнозу специалистов, выбираться из кубышек саранча начнёт 10-11 апреля. А уже через 10 дней насекомые массово стремятся из-под земли на поверхность. Именно в это время необходимо начинать обработку. Насколько оперативно и качественно она будет проведена, зависит сохранность трав и посевов на площади более чем 123 тысячи гектаров. Сейчас нас обнадёживает, что в данный момент идёт дождь. И обилие осадков нам должно помочь, потому что, естественно, травостой будет расти. И когда травостой хороший, личинки саранчёвых, они на большей тектуре быстро не будут распространяться. И при наличии обрабатывающей техники достаточной, пестициды, само собой, будут своевременно доставлены. Всё, мы надеемся, что, как и в прошлом году, мы уложимся в сроки, и наш объём должны мы успешно провести в этом году истребительные мероприятия. Как утверждают в Центре фитосанитарной диагностики и прогноза, площади заражённых земель вот уже несколько лет подряд значительно сокращаются. В этом году планируется протравить 123 с половиной тысячи гектаров. Это на 6 тысяч гектаров меньше, чем в прошлом году. Ирина Притула, Адельбек Самаликов, Константин Калашников, информационная служба телекомпании «Отерар».